Любовь Беляева живет за городом. Каждое утро отправляется на своем автомобиле на работу в Самару. Затем поздно вечером возвращается домой. Поэтому сменить летнюю резину на зимнюю решила еще в середине октября. Сейчас погода такая, что перепады температуры с плюса на минус и дорога очень скользкая, может быть. Поэтому я колеса меняю всегда заблаговременно. У летней резины есть такое свойство, что она даже при низких плюсовых температурах теряет свои свойства. Сцепление с дорогой хуже, то есть ездить опасно. Поэтому я стараюсь поменять заблаговременно, чтобы не подвергать опасности себя и других людей. Каждый год с приближением холодов водители задаются вопросом, когда переобуть машину. На практике ответственные автовладельцы начинают менять летнюю резину на зимнюю, когда устанавливаются ночные заморозки. Теперь это в обязательном порядке нужно сделать до 1 декабря. Дело в том, что в 2023 году в технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств внесены изменения. Из нормативного акта следует, что в летние месяцы июнь, июль и август запрещается использовать только шипованные шины. Это требование относится ко всем транспортным средствам. В декабре, январе и феврале разрешается передвигаться только на зимней резине. Можно поставить на автомобиль как шипованные, так и не ошипованные шины. Главное, чтобы они имели маркировку латинскими буквами М и С и соответствующий рисунок в виде снежинки. В противном случае инспектор ГИБДД вправе оштрафовать нерадивого водителя. Вот если раньше эта норма носила рекомендательный характер, то теперь в зимнее время года, это декабрь, январь и февраль, в обязательном порядке на автомобиле должна быть зимняя резина. То есть если этой зимней резины нет, то мы уже имеем право освободить и привлекать к административной ответственности. Начиная с 1 декабря, то есть вот этот контроль будет усилен. Уже сейчас инспекторы управления ГИБДД города Самары выходят в профилактические рейды. Их работа направлена прежде всего на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Целью госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий является не вынесение штрафов в отношении водителей, а в первую очередь предупреждение и призывать, так скажем, водителей о необходимости эксплуатации транспортных средств в соответствии с погодными условиями и требованиями технического регламента. Если водитель уже сейчас переобул свое авто, инспекторы его благодарят. Если автовладелец пока не поменял летнюю резину на зимнюю, ему вручается памятка о необходимости это сделать. Уважаемый водитель, вы уже переобули автомобиль на зимние шины? Нет еще. Не переобули еще? Нет еще. Понятно. Ну, погодные условия видите какие? Конечно, собираемся. Ночью заморский. Максим Андреевич. Записался завтра. Госавтоинспекция призывает вас своевременно менять резину с летней на зимнюю для обеспечения безопасности дорожного движения. И вам памятка по соблюдению правил дорожного движения. Держите. Хорошо, спасибо. Документы в порядке. По новым правилам, соответствующие сезону шины должны быть установлены на всех колесах автомобиля. В противном случае инспектор вправе выписать водителю штраф. Он составляет 500 рублей. При выявлении административного штрафа по эксплуатации шин, не соответствующих сезону, должностным лицом госавтоинспекции осуществляется фотофиксация и выносится постановление об административном правонарушении в виде штрафа в размере 500 рублей. Но, опять же, повторюсь, госавтоинспекции основной задачей является профилактика, предупреждение и призыв автолюбителей эксплуатировать транспортные средства в соответствии с погодными условиями и эксплуатации шин в соответствии с требованиями техрегламентов. Административная ответственность для непереобувшихся водителей наступает с 1 декабря 2023 года. С этого времени контроль на дорогах города будет усилен. Редактор субтитров А.Семкин